добрый день дорогие друзья воскресенье как видите вливает дождь тем не менее мне нужно ехать в город у меня завтра день рождения мне нужно на работу купить торты но это как минимум вот идет ну что тебя домой запускать лапа мы тебе пошли погода конечно прям скажем из мерзкая но придется все-таки ехать так наверное если бы не день рождения может быть я и не поехала вася не в город ребят погода как говорится хороший хозяин собак не выгонит время уже почти 10 я приехала на армина вова попросил меня сало купить но я вам сразу колок я не знаю у нас за салом за тамбовский надо ехать не светлый заря есть конечно шанс что сейчас вот сыра и мокрый может быть она будет но посмотрим 100 лет опять не было на этом нужно вас интересного рынке а раньше он был очень популярный все сюда ходили за всем на свете вот еще такая фигня я забыла снять деньги не знаю вообще грубо говоря смогла заплатить картой мне кажется прошлый раз было можно пойдемте посмотрим корица попытка никитка дождь немножко стих я честно говоря думал здесь уже все давно ничего нет нет все равно люди еще торгуют так вот он заветный павильон очередь в 33 вилюшки ну наш купе в общем я купила то что нужно было купить срочно теперь могу спокойно не торопясь съездить я честно говоря даже не посмотрел сколько он стоит погода знаете такая ребята сырая и в то же время не особо сильно холодный поэтому постоянно то блин вспотеешь вот я вот видите машин стараюсь даже раздеться давайте вам расскажу что у меня приключилась за эту неделю в общем дело все началось с прошлой субботы я поела наверное я так думаю предполагаю вот эти вот снеки которые вы видели в прошлом видео и у меня что-то попало между десной и зубом попала в то место где зуб мудрости еще в ташкенте 20 с лишним лет назад у меня была такая же история то есть у меня получается на этот зуб находит как бы кусочек десны и и получается под него если попадает под него и еще вниз вот так вот попадает до за зуб то есть его вытащить очень тяжело если что-то туда попадает вот когда у меня в ташкенте это произошло у меня сильно опухла щека по сильно было прям все опухшие я пошла в больницу в стоматологию пошел в ташкенте врач мне тогда сказал посмотрел значит почистил там все потом значит говорит нужно резать вот этот кусочек он будет постоянно вам докучать он постоянно будет вот ну такой же опыт будет у вас давайте ну так как у меня было очень все воспалено он говорит сейчас резать нельзя давайте сейчас я вам положу лекарства вы будете полоскать соль сода йод и в общем когда у вас все пройдет придете ко мне и я вам его значит отрежу как и большинство людей когда у меня все успокоилось никуда я соответственно не пошла потом у меня тоже были такие случаи но как-то все удавалось вытаскивать то что у меня там туда попадала и все в общем короче тоже полоскал но в общем вроде все окей все нормально вот так вот в эту субботу в прошлую вернее субботу у меня что-то попало ну я думаю ладно сейчас вытащим воскресенье хуже ну тоже была еще надежда что все там пройдет вот понедельник на работе мне сначала так вроде ничего а уже под конец дня я стала себя чувствовать просто ужасно у меня было ощущение что мне поднялась температура у меня все там внутри опухло вот не девчонки говорят с работы чего совсем что ли говорит давай езжай иди в стоматологию но дело в том что мы живем в провинции у нас не вот она поедешь стоматологию первое везде по записи а второе стоматологи работают ну до трех ну девчонки сказали вроде там где-то в городе работать до пяти и езжай а я работаю сейчас и по первому графику то есть в пол четвертого я заканчиваю рабочий день я в пол четвертого поехал в город значит приехал я в первую очередь на металлурку у нас там самая значит старая стоматологическая клиника там все закрыто вообще на глушняк очень что на и не работала потом оказалось что на только по понедельникам него профилактический день перечет такое в общем поехала я в город и дело в том что я не особо знаю где находятся эти все стоматологические кабинеты но в городе напротив школу я заехала потом на соседней улице вообще не нашла где там хотя говорят что там тоже есть в общем короче походила походила везде либо закрыта либо вообще я ничего не нашел в общем короче нигде ничего не получается а мне все хуже и хуже становится знаете вот уже такое состояние прям вообще пипец я думаю как я ночь переживу ну я поехала на сельхозтехнику на сельхозтехнику это мне девчонки тоже скажешь на сельхозке еще есть там аптека и оказывается там еще есть стоматологический кабинет слава тебе господи он был открыт получается врач которые ну там тоже все по записи ну я стою думаю буду стоять посмотрим как говорится куда кривая вы видите вот смотрю там люди есть он там два кабинета один он делает там видим коронки ну что то такое ортопедические все штуки если я правильно называю потому что занятия как не очень следующий в этой области а в другой там он вырывает зубы тому что такое ну там люди были мне сказали что по запись на этом буду стоять ждать последнего выходит врач ну между приемами так прям такой высокий мужчина подходит ко мне видимо у меня было такое жалкое лицо он говорит что случилось но я в двух словах объяснил он открыт открою рот открыл вот он мне как-то назвал как это называется дает я бы вы сможете мне помочь он говорит ну только ждать придется я буду ждать вот ну я очень села там посмотрела два фильма практически хорошо там весит такой большой большой телевизор или крутится он всяким там боевики и всякое такое в общем ну короче я посмотрел какой-то старый фильм со сигалом потом какой-то еще фильм там ну в общем интернет вообще не ловит на сельхозке вообще плохо ловит на сельхозке а тут я даже вове с трудом могла написать что я и где я почему меня после работы нет дома вот ну короче ладно сижу я сижу жду жду уже все ушли благо что он в принципе работал до четырех вот этот значит врач стоматолог но и из-за того что он какой-то женщине что-то там делал с коронками он совершенно он задержался и получается он там с каким-то перерывами делал кому-то там в это время тоже что-то делал я очень сижу жду мне что-то прямо дурнеет 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 и дурнеет но в итоге грубо говоря уже все разошлись и он говорит заходи в общем он очень в общем он посмотрел говорит надо резать ну и в общем сделал мне как заморозку но честно говоря она не сильно мне подействовала потому что видимо вот это вот все было воспалено на ну болела и меня начал колотить он быть ну ничего ничего это говорит так бывает это там короче адреналин в этом уколе там то есть то муж меня уже от страха не знает чего но в общем короче он меня отрезал этот злополучный кусок прочистил там все отрезал потом еще чуть подравнил мне конечно было ну не сказать что прям вот нетерпимо больно но неприятно очень сильно неприятно и еще больше страшно вот и я целую неделю теперь вот полоскаю пью антибиотики полоская соль сода йода он то есть же самое мне сказал что говорил врач в ташкенте очень действенное средство и еще накладываю мазь на не помню как называется здесь уставлю названию ну в общем сейчас я не могу сказать что вот я совсем ничего не чувствую но есть и какое-то такое ощущение что там что-то не так рот сильно открыть не могу что-то жестко не могу жевать но надеюсь все будет хорошо так что вот так вот такая история у меня длиной в 20 лет наконец-таки наверное подошла к завершению очень я была благодарна ему что он жалился надо мной и в сверхурочное время все-таки мне сделал ну естественно я конечно заплатила ну по прескуранту но сам факт что все-таки я могла бы вообще никого не найти в это время и промучиться еще целую ночь а так все благополучно разрешилось вот так вот такие у меня приключения были на этой неделе на улице как я вам сказал очень сыро холодно дома еще не включили отопление вчера правду залили систему вот и получается обещают вроде бы на следующей неделе затопить посмотрим сейчас я включаю дома обогревателем многие я знаю говорят что даже не включают но я не понимаю смысла если есть обогреватель почему его не включать там экономить электричество но собственно говоря за отопление мы тоже платим большую сумму и скажем так обогреватель один во всяком случае обогреватель он не сделает вам больше денег чем отопление ну теме такую центральное отопление не дороже это будет вот ну хотя бы в квартире будет хоть какой-то теплый душок я понимаю что обогреватель он не заменяет отопление то есть один обогреватель не может равноценно нагреть так как нагревается батареи центрального отопления но все-таки вот домой заходишь хотя бы нет вот этого сырости нет вот это вот какого-то неживого помещения потому что когда дома сыра сразу становится вообще не уютно вообще как-то вот все какое-то чужое становится все какое-то неприятное а когда дома тепло это совсем другое дело я смотрела на американскую блогершу она даже у них конечно нет таких холл длинных холодных периодов но в то время когда эти все-таки периоды когда нужно отопление ее муж очень экономил от отопления заставлял всех одеваться и не топил вот и она очень от этого страдала потому что мы в россии привыкли что когда холодно отопление должно быть так что вот так ну у нас обусловлено конечно это климатически у нас просто невозможно выжить одевшись например в ту же зиму дома просто околеешь вот ну и мы привыкли что пока холодно нужно отапливаться мы для того в принципе живем не для того чтобы постоянно мучиться экономить и все такое так теперь я ребятки поеду сейчас на заправочку заправлю свой автомобиль и поеду мне нужно купить торты некоторые продукты купить потому что завтра надо у нас принято на работу носить торты хорошо что сейчас только торты ну либо конфеты какие-то либо торты хорошо что сейчас так потому что я помню когда я только пришла у нас было принято вот прям накрывать столы то есть колбаса на сырная нарезка всякие там закуски и все такое я честно говоря рада что этого нет потому что это очень обременительно нести вот это все на работу там все это резать и вот это я вообще честно говоря не очень люблю все вот эти гулянки пьянки всякие вот эти вот праздники такие широкомасштабные я не любитель этого моя мама очень любит вот чтобы были она каждый праздник обязательно отмечает отмечает она обязательно я помню когда я была маленькая у нас вообще собиралось очень много гостей всегда там у бабушки у дедушки каждый праздник кто-то куда-то ходил наверно мне это как бы вот всего хватило в детстве и я не люблю вот эти знаете всех ну таких вот не сама не люблю не особо куда-то ходить не люблю у себя это делать знаете все как-то так обременительно это все нужно готовить потом все убирать все от этого устаешь от тех же даже если ты куда-то пойдешь уже порой хочется все уйти а нужно еще вроде сидеть вот я как бы вот не любитель я помню когда я ходила на выборы еще в членом комиссии у нас было то что после выборов в общем ну как бы мы отмечали эти как все события там тоже такая очень гулянка и вот я помню девчонки там которые со мной были вот они его чем считаем она выбирать целый день восемь часов там доходишь туда-сюда ходишь это все считаешь устаешь уже и вот они так вот активно еще праздновали готовы были всю ночь в общем праздновать я уже нет я не могу меня нет энергии нет жизненных сил на такие празднесты мне уже все мне нужно домой я не люблю вот эти знаете безудержное веселье пьянки до упаду нет это вот ну я не выдерживаю такого этого мне я иногда вот хочется еду ешь на какой-то праздник да вот есть какое привкушение праздника вот какую как-то вроде вот начало а потом я уже быстро очень устаю в общем от этого всего так приехала я на заправку еще сегодня хотел знаете что купить себе какое-то новое платье не знаю получится нет в общем сначала куплю все продукты там я имею ввиду торты чтобы меня уже знаете не тянуло это а потом схожу с вами может быть какие примерчики вам покажу пока стоим на заправке расскажу вам какие разговоры у нас недавно были на работе в общем стали разговаривать и одна из моих коллег мы надо ну вернее не надо пару раз не были в магазине вместе и вот она все время говорит что я очень долго хожу по магазин ну я признаю что я долго хожу по магазинам но дело в том что он я говорю ну вот а ты как она горит я покупаю чисто по списку быстро пробежала все купила и все якуну я тоже хожу со списком но и тем кроме списка я еще хожу и смотрю например мало ли что-то по акции она горит ну вот месяц не надо я не покупаю я говорю ну понимаешь ну вот например как я делаю я не за как вы делаете ну например иду примеру фэйри я его все время покупаю сейчас она у меня есть и по в списке его тоже не но она по привлекательной цене ведь когда она у меня будет в списке возможно на него не будет акции поэтому я покупаю и я очень люблю торопиться зачем мне нужно ну выиграю я какой-то там час что дальше ну что у меня какие то что мне там в конце пути за скорость медаль выдадут или памятник поставит или какую денежную премию дадут ну я не знаю я не вижу смысла торопиться куда лететь нужно от каждого процесса получать удовольствие это вот такое мое мнение не знаю как вы думаете она сказала что у нас с тобой разные мировоззрения я буду согласна так ну что ребят вот таких два тортика я купила понесу завтра на работу пил ребят мясо и оставила магазине я уже не беру раз так делал на статус как не все на доверие в общем сказал сейчас я пока там знаете с мясом таскаться по всем прилавкам не очень поэтому оставила на обратном пути заберу ребята купил я себе одно свеженькая платьица стоимость 2 800 показываю вам сейчас тут три вместе угадайте какой я из них купила я мерил еще несколько так ребята без приключений не получается подхожу к машине машина не реагирует на сигнализацию у меня уже такая была ситуация не наверное я не знаю сколько полгода может больше назад я так думаю окончилась батарейка все время возила с собой батарейку сейчас смотрю в сумке нет куда делась вообще не представляю хорошо что я сейчас городе пойду покупать искать батарейку ой знаете мне жили сейчас пришла смс что мне начислили 3000 бонусов каре сейчас туда схожу а чё мне как раз нужен рюкзак зимний или сумка или рюкзак что-то такое на зиму поэтому схожу они тем более действительно только семьей каре у нас находится здесь торговом этом центре сейчас там тем более открыли какой-то он более большой стал их паре один сходим не все равно нужно было в семейный магнит так что после кори зайдем в семейный магнит здесь у нас и эликс находится детский мир ну там нет насколько понимая заказывать нужно и кори вот он эти кори раньше он был вот тут напротив где схеме я сейчас вот такой стал большой туда с вами направимся так ну давайте я сначала определюсь а потом вам покажу так не знаете пока нравится вот такой вот этот пока нравится в общем ребята такая фича оплачивать бонусами которые три тысячи мне дали на день рождения можно только 30 процентов стоимость ну не такая такой расклад не интересен как банк я понимаю бонусы спасибо мы тогда расплачивались почти 100 кстати написано сколько не бонус спасибо пиво ребят азер чай стоимость 99 рублей причем хочу сказать вот листовой он не нравится а в пакетиках вообще нет то есть вот если у обычных чаев нет такой разницы то вот у азер чая прям сильная разница между листовым и в пакетиках как ребят что я взяла так это чай на работу с лимоном это к торту купила такое масло не знаю ни разу не брала по акции но азер чай и опять вспомнила про юг вот беру сулугуни ну и мясо на котлеты ну что время уже по 2 выехала я где-то в десятом часу есть уже хочется еще так салом пахнет не представляете себе салом с чесноком пахнет меня слюня прям вот вы прям бери ешь салом был бы нужно на 3 золку дождь не унимается ну так чуть-чуть иногда перестает и и снова начинается в общем весь день льет дождь вчера было солнце ну тоже так не очень уж прям но обычно солнце ну хотя бы было сухо честно говоря я не очень люблю когда дождь когда вот такая вот осень пасмурт в такую погоду только дом хорошо сидеть в тепле так ну что время 2 я приехала домой так сумрачно у нас но это еще потому что у нас здесь либо и у нас даже дома вот если вот например так не солнечный день тем довольно таки темно а у нас некоторые соседи хотят их спилить но я просто косме ложусь чтобы никто не спиливал липы дан дома темновато ну и что все таки это деревья нормальные деревья рядом с домом а летом как они скрывают от жары это вообще так что превращать двор в пустыню калахара я просто не даю на этом до скорых встреч всем кармы и